У входа в зрительный зал театралы, пожалуй, сегодня волнуются не меньше самих актеров. В трепетном ожидании зрители ждут примерного показа целыми семьями. Я часто хожу в театр, я, можно сказать, не пропускаю ни одного спектакля. Знаю, что это постановка российского режиссера, что спектакль состоит из трех актов. И, в общем, я иду, с удовольствием идет вся моя семья – сын, сноха и внучка. Хорошо, Дотти, хорошо. У нас же еще впереди целая ночь, примерно только завтра. И вот тот самый долгожданный момент «Интрига раскрыта». Такого зритель не припомнит. Действие спектакля «Шум за сцены» проходит не только на сцене, но и в самом зрительном зале. По сценарию режиссер ставит комедию положений. На репетиции не ладится то одно, то другое. И режиссеру приходится проявлять чудеса сдержанности и терпения. Роль режиссера играет сам режиссер Игорь Вербицкий в роли Ллойда Далласа. И они остановились. И увидел Господь, что все это было ужасно. Вот это мое, это мои нервы. Потому что вот я просто с этим спектаклем столкнулся с тем, что у нас завтра премьера, а спектакль не готов. Вот мы тоже вчера, у нас завтра премьера, а мы думаем, как играть? Мы же не знаем ни мизанце, нет, времени очень мало. На три акта никогда так не играли. Большой, сложный, очень сложный. В этой пьесе применяется открытый еще в шекспирские времена прием театра в театре, когда реальность и вымысел переплетаются в череде забавных недоразумений. Две жизненные ипостаси, реальная и сценическая. Для каждого персонажа сплетается в один глубок, доводя действия спектакля до комического абсурда и сатирического гротеска. За это время появились авторы зарубежные, таких как Куни, например, которые очень много, комедия положения, очень много смешного. Может быть, зритель уже это видел и сказал, да, это мы уже видели, это мы уже, вот эти комедии мы уже насмотрелись. Вот этого я боюсь, не знаю. Мне очень интересно, как будет реагировать зритель. В кабинет, потому что сейчас уже больше 12, и мы вот врагом не закончили. Именно эта пьеса в конце 80-х годов прошлого века прославила на весь мир английского драматурга, романиста и журналиста Майкла Фрейна. Постановка имела бешеный успех в Лондоне и долго не сходила с подмозгов старого и нового света. По сей день она считается одной из самых смешных комедий 20-го века. Постановку «Театр. Шум за сценой» можно увидеть на сцене областного русского драматического театра 27-го и 28-го февраля. Алимхан Дюсенгалиф, Николай Иванов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утро». Но мне казалось, что это логичнее, что ли? Нет. Ну ладно.